Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами я, Лилия Донскова, и очаровательный шарфик от Ariflame с таким вот фруктовым принтом из лимончиков. Обожаю такую расцветку, когда увидела этот шарфик в каталоге, то решила, что точно-точно его буду заказать. Так, по поводу размера. Метр девяносто, по-моему, метр девяносто на девяносто, то есть очень даже приличный размер. И как же его можно носить? Ну, достаточно просто его накинуть на плечи, и это уже становится очень-очень даже красиво. Но попробуем еще как-нибудь покрутить, потому что у такого большого шарфика, он практически как палантин, может быть масса возможностей. И как раз мне пришла в голову мысль, что это может быть палантин. Конечно, его можно завязать. Как сделать такую повязку через шею. Смотрите, то есть я взяла за края, вот так вот натянула, одинаково. Аккуратненько завожу одну часть в эту сторону под шарф, другую часть в эту, и сзади делаю просто узелок. Я не буду сейчас завязывать крепко-накрепко, просто чтобы вы имели представление. И вот такая накидка в виде платьишка. Можно, кстати, сделать какой-то поясочек. И если вы, например, находитесь где-то на курорте, о, я надеюсь, что будет много поездок впереди, внизу купальник, сверху. Такая вот накидка полупрозрачная, это будет очень свежо и красиво. И можно просто добежать, например, до кафе или прогуляться куда-то, чтобы солнце не опалило наше тело. Кстати, помните, что летом, и вообще, в принципе, когда вы ходите на солнце, можно пользоваться солнцезащитными кремами. Так, первый вариант посмотрели. Теперь, что можно, ну, я не говорю, что можно просто на пояс это завязать, это, мне кажется, и так очевидно. Ну, давайте начнем еще, покрутим на голове. Я очень люблю, когда девушки ходят с интересными головными уборами. И когда жарко, и, например, волосы выглядят не так свежо, не такие пушистые, красивые, хочется их как бы быстрее помыть, но нет возможности, то можно сделать какое-то украшение на голове. К сожалению, у меня сейчас нет зеркала, чтобы видеть, что я делаю, но я буду пробовать вам объяснять так. Видите, завожу вот так вот в заде себя, впереди делаю вот в области чуть выше челки, так вот перекручиваю, перекручиваю. Заднюю вот эту часть, которая сверху, я ее вот так вот распределяю, закидываю назад. То есть, смотрите, у меня получилась сейчас вот такая вот штука, я закинула одну часть назад, другая у меня осталась впереди. Пока она у меня тут пусть будет, заднюю часть, я аккуратненько так вот закручиваю и убираю вниз, чтобы она не мешалась так уже убрать. Вот, потому что он достаточно белый, так, без зеркала это, конечно, оттас. Так, здесь у меня как шапочка, все осталось на месте, а эту часть я вот так вот закручиваю и, пожалуй, вот сюда. Нет, вот сюда, в эту сторону, сейчас еще покручу, кручу, 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 кручу. Чем тоньше, тем элегантнее и сделаю обводочку в эту сторону и заталкиваю с этой стороны вниз. Прячу кончик, чтобы он не торчал. Что у меня получилось? Вот такое некое подобие чумы, вот так это выглядит на голове, то есть здесь может быть коса или у вас короткая стрижка, не видно волосы, но в любом случае это будет такое украшение и маскировка некая. Мне кажется, это должно быть симпатично, жду ваших отзывов, потому что я себя увижу потом только на видео, так же, как и вы. И переходим к другому варианту. Все это снимаю, волосы распушаю. Следующий вариант я как-то вам его показывала. Если вы, например, ушли из дома в сарафанчике или у вас топик, и вы подзамерзли, у вас в сумочке лежит тонко-тонко скрученный этот платочек, потому что он очень тонкий, его можно скрутить настолько в малюсенькую трубочку. Сейчас вам попробую продемонстрировать. Вот так вот берете и прям плотно-плотно-плотно-плотно-плотно закручиваете, закручиваете, смотрите, какой прям в кулачок, ну чуть больше, два кулачка. То есть маленькая такая трубочка, которая в сумке не займет много места, вот такая вот стучка. И вдруг холодно стало. Вы достаете из сумочки этот палантинчик, накидываете на плечи. Знаете, что хорошо, по-моему, двухсторонний или нет? Да, как бы с любой стороны он классно выглядит. Накинули на плечи, но здесь встает вопрос, что он может со свечей слетать или неудобно просто, можно его потерять. Кстати, у меня так было, я один раз потеряла платок, но, слава богу, быстро опомнилась и нашла его. И в данном случае мы делаем себе рукава. Видите, он очень длинный, то есть у меня получается, что немножко свисает. Поэтому я закручиваю чуть-чуть, можно заранее это, кстати, сделать. Так, закручиваю два кончика, чуть-чуть кручу, 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 кручу. И делаю завязочку. Делаю завязку. Нужно, конечно, отрезать вот этот вот хвостик, потому что он нам совершенно не нужен. Смотрите, я оставляю такое колечко для того, чтобы просто просунуть руки. Мне не нужно, чтобы оно было огромное. То есть, смотрите, раз, оп, вот. Вот такое колечко оставила. С этой стороны тоже самое делаю. Можно не на шее это делать, а закрутить, например, положить где-то, где вам удобно, на лавочку. Там, если вы дома, еще заранее можно подготовиться. Завязала еще одно колечко. Уже смотрите сами, как вам удобнее, побольше его сделать или поменьше. Но, главное, чтобы рукам было комфортно. И получается вот такая вот оригинальная накидка. Вот в данном случае уже не будет так вот слетать. То есть, оно зафиксировано. Смотрите, как классно. Получается, что как кофточка. Здесь мы, если холодно, можем так собрать, придерживать рукой. Если есть под рукой брошка, заколка, какой-то крабик. Я обычно все время с собой беру маленькие такие крабики для волос. Если он красивенький, можно вот тут вот прицепить. И получаете полноценная, хорошая кофточка, которая защитит от холода, по крайней мере. Уже будет комфортно. Если еще есть и сумочка какая-то, живутся, то вы просто будете уже, ну просто еще лучше выглядеть. Потому что еще ярче будет. Так, придумали. Такой вариант. Давайте думать, что еще можно сделать. Я люблю топы. Я очень люблю топы. И люблю мало с собой иметь вещей. Потому что вещи обычно, ну, тяжело с собой возить. И чем меньше их, тем лучше. И вот такой вот маленький платок, как вы видели, он помещается в кулачке, он может нам послужить классную службу. Потому что он достаточно большой. Ширина 90 сантиметров позволяет нам с ним поиграть более как-то побольше. Так, сейчас будем пробовать. Кстати, пробую все вместе с вами первый раз. Вот эти зелазы два конца. Вот два конца. Закидываю их за шею и там же завязываю узел. И регулирую его. Смотрите, как регулирую. Вот здесь впереди. Мне должно быть красиво. То есть, чтобы, если я, например, в купальнике, то чтобы было как-то закрыто настолько, насколько хочется. Может, кто-то любит поглубже вырезать. Кто-то хочет более такой вот, ну, повыше, чтобы не слишком было распахнуто. Так, где он? Конец потеряла. Где он? Так, сейчас заново. Ага, вот. Так, взяла раз. Перевянкнула. Завязала. Раз. Узелок. Все-таки перед зеркалом это делать будет удобнее. Поэтому экспериментируйте всегда перед зеркалом, чтобы потом уже ручками делать все спокойно. Так вот, завязала узелочек. Смотрите. Готово. Теперь что мы делаем с этими концами? Если их, конечно, хватит. Не хватает. Ну, ничего страшного. И вы, например, у вас есть шорты. Может быть, вы в юбочке. Теперь нужно вот этот вот низ подобрать так, чтобы это было красиво, чтобы не висело. Как будто пузо висит. Так, подбираем. И вот тут не хватает. Видите? То есть сладком бы у нас этот номер прошел. Здесь нам потребуется точно какой-то краб. И вот так вот аккуратненько здесь можно как-то завязать. И крабиком заколоть. То есть вот таким образом. Они даже хотели на маленький узелочек. Вот. То есть получается у нас здесь топ. Такой яркий, сочный. С принтом лимонов. Здесь шорты. И внутри это купальник. Потому что он очень прозрачный. И если вы будете просто обнажены, то будет просвечиваться. Вот такой вот вариант. Следующий. Давайте думать, что еще можно сделать. Честно говоря, я придумываю все на ходу. Обычно у меня идея приходит спонтанно. И по настроению, под наряд мы с вами можем что-то допридумывать. Так. Сейчас покажу одну штуку. Беру за серединку. Выравниваю. Беру за середину. И перекидываю через шею. Ну тут все пока просто и понятно. Дальше. Впереди. Так вот перекручиваю. Раз, два. Парочку раз. Так вот. Вот один раз. Вот так вот. Здесь распределяю. Так, чтобы было красиво. Конечно, смотрим. Чтобы... Так, не перекрутилось. Подождите. Раз. Вот так вот. Сюда чуть-чуть. И распределяю. Видите, как лифт такой. В эту сторону. Так, так, так. И сцельно делаю маленькое черное платье, чтобы оно не отвлекало внимание и не перебивало другими цветами. И завязываю сзади, опять же, на узелок. Все. То есть, что получилось? Вот такая классная штука. То есть, это можно уже одевать на полое тело. Чуть-чуть мне туговато как-то. Вот так вот сделать. Ну, по крайней мере, сделать какую-то фотосессию. Внизу у вас будет, не знаю, юбка какая-то, шорты. Можно видеть желтая. Вот именно, если у вас будут желтые шорты или желтая юбочка, это будет очень красиво. Вот такой вот маленький топ экзотический. И юбочка, сланцы, серьги можно повесить какие-то тоже с желтым. Будет очень-очень прикольно даже. Особенно, если вы юная девушка, то здесь можно делать вообще что угодно. Так, что еще можно придумать? Давайте с вами вспоминать, какие у нас есть моменты. Так, наша ширина не позволяет обернуться. Кстати, если у вас есть два плантина, то будет даже больше вариантов. Так, сейчас проверим. Нет, так не проходит. Тогда попробуем сделать такую штуку. Смотрите, посерединке. Так вот делаю перекрутки, перекрутки. Оп, перекрутила. Перекидываю через плечо. Распределяю. Конечно, какой-то поясочек, мне кажется, нужен. Сейчас, пробуем. Так. Распределяю. Задняя часть, она такой же длины. Я ее тоже распределяю аккуратненько. И вот тут нужен поясок для того, чтобы вот это вот все превратить в платьишко. Получится с одной стороны, может быть, чуть покороче, где-то чуть, может быть, подлиннее. То есть оно будет такого, как абстракция, асимметрия. Как асимметрия. Вот, вот, правильное слово. То есть асимметричная маленькая египетская платьишко, которая, естественно, тоже для пляжа. Не подумайте, что так я рекомендую вам выходить в городе. Нет. Ну, конечно, если вы живете в курортном городке, где все ходят, в принципе, в купальнике, то да. А если вы выбрались на пляж и идете по городу, то оденитесь поприличнее, чтобы вас не украли. То есть вот такое платьишко, поясочек, опять же, взяли пляжную сумочку какую-то, пошли очень, очень даже нарядно и красиво, например, с замороженкой. Вот еще такой вариант. Все, мне кажется, у меня всякие мысли, что касается простых вариантов, которые мы и так знаем, на шею перекинули так и так. Я даже их не показываю, потому что, мне кажется, это вы и сами догадаетесь. А вообще, в принципе, включайте фантазию, воображение, творите, вытворяйте, позитивьте, пусть как бы это вам доставит ну, просто массу удовольствия. А вот еще можно, смотрите, как, если не жалко, сделать вот тут прорезь, чтобы обстрочить, то есть сделать скан красивый, сверху одевать через голову и будет туничка, то есть просто затянуться поясочком на талии и будет красивая туничка, то есть вот так вот здесь будет прорезь, здесь подают рукава, а здесь завязываем поясочком получается классная туника, по крайней мере при ширине 90 см до 48 размера, даже до 50 см, наверное, легко пройдет, ну до 48, ну не знаю, пробуйте. Вот, если у вас есть какие-то еще идеи, присылайте их, буду очень-очень рада вашим сообщениям и, в принципе, напишите, какой вариант вам понравился, какой бы вы стали носить и что для разбора одного и другого. С вас лайк, если видео полезно, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь с нами, будет еще много-много впереди интересного. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok